Как Америка помогла Путину. Под таким заголовком вышло интервью с профессором политологии Гарвардского университета Марком Крамером в одной из ведущих польских газет «Жечь Посполита». Интервью было опубликовано накануне 27 апреля. Марк Крамер, директор Центра исследований Холодной войны, он также занимался подготовкой служащих администрации президента Соединенных Штатов, которая специализируется на американо-российских отношениях. Отвечая на вопрос журналиста «Жечь Посполиты», возможно ли нормализация отношений между Вашингтоном и Москвой, Марк Крамер утверждает, этот шанс был бесповоротно утерян в 90-х годах. Тогда развалился Советский Союз и зарождалась российская демократия. Президент Ельцин пытался строить более тесные отношения с Западом, в частности с НАТО. Ельцин даже рассматривал возможность вступления России в Североатлантический альянс. Интересный факт, что оказывается Советский Союз также подавал заявку на вступление в Североатлантический альянс. В 1954 году руководство СССР направило западным правительствам соответствующее официальное заявление, но Советскому Союзу отказали. Спустя 40 лет, в 1994, Ельцину также дали понять, что Российской Федерации нет места в НАТО. И тогда, продолжает американский профессор, Кремль осознал, Россию с Западом не по пути. А президент Билл Клинтон тогда наоборот посчитал, что Кремль все равно будет продолжать прозападный курс. Ведь после развала СССР другого пути у Российской Федерации, кроме как строительства демократии по западному образцу, и быть не может. Это было большой ошибкой Запада, считает Крамер, потому что такая позиция по отношению к России открыла двери к власти Путину и всей номенклатуре бывшего КГБ. Сегодня, подчеркивает Крамер, Белый дом вновь ошибается. Стратегия перезагрузки Барака Обамы в отношениях с Россией тоже закончилась полным поражением. Президент Америки ошибочно полагал, что Путин не вернется в Кремль и до 2012 года старался его игнорировать, делая ставку на Дмитрия Медведева. Это очень задело Путина, хотя публично он никогда об этом не говорил. Он стал еще более решительным в своем стремлении восстановить авторитарную, сильную Россию. Марк Крамер утверждает, что сейчас Путин и его окружение больше всего боятся народного восстания. Это объясняет и то, почему Путин не спешит с проведением каких-либо реформ в стране. Ведь реформы, говорит профессор, прежде чем принесут какой-либо ощутимый эффект, могут понизить уровень жизни простых россиян, который и так сильно упал в последние несколько лет. А это чревато общественным недовольствами, даже революциями, которых российский президент хочет избежать. Более того, Путин пытается действовать на опережение, поддерживая дружественной России авторитарные режимы. Предоставляя помощь режиму Сирии, Путин хотел не столько удержать влияние России на Ближнем Востоке, сколько положить конец модели свержения авторитарных лидеров народными восстаниями. Президент России уверен, что за протестами в Москве 2011 года стоял Запад, который хотел сменить власть в Кремле. Подобным образом Кремль воспринимал и падение Януковича в феврале 2014 года. Поэтому в Сирии он хотел показать, такой модели смены правительств должен быть положен конец. В своем интервью Марк Крамер также говорил об Украине. Политолог уверен, кто бы не был следующим президентом Соединенных Штатов, демократ Хиллари Клинтон или кто-то из республиканцев, он будет больше уделять внимание украинскому вопросу, чем сейчас уделяет Обама. А вот революцию достоинства Марк Крамер называет катастрофой для Украины. Хоть Янукович и был коррумпированным и неэффективным президентом, он, по мнению Крамера, все же был избран на свободных выборах. Поэтому политолог считает, что для Украины было бы лучше подождать до 2015 года и отстранить его от власти также на выборах. А Соединенным Штатам следовало бы принимать более активное участие в украинских событиях 2013-2014 годов. Но Белый дом был занят тогда другими вопросами, пишет Крамер. Обаму мало интересовала Центрально-Восточная Европа и специфика этого региона. Когда решалась судьба Януковича, Обама занимался Китаем. Это, безусловно, стратегически важная страна, но в тот момент приоритетом для Америки должна была быть Украина. Отвечая на вопрос о долгосрочной стратегии Соединенных Штатов по Украине, Марк Крамер говорит, «Америке необходима Украина прежде всего для того, чтобы сдерживать Россию и предотвратить ее становление как империи, которая была бы соперником для Штатов. Но американское руководство этого никогда не признает. Таким образом, помощь Украине в сохранении ее независимости, подчеркивает Крамер, это необходимость для Соединенных Штатов, если они хотят избежать раскола Европы России». Продолжение следует...